всем привет и сегодня я расскажу вам секрет моего вкусного плова короче решил записать отдельное видео самом деле предыстория такая я сегодня смотрел влог олифа мельмозку и ей написал она очень там готовила почему-то назвала кашу с мясом но в общем она готовила плов я даже писал игру блин как это удобно в ты сегодня решила мой вопрос с тем что готовить на ужин потому что но она там даже говорит что это вечная проблема что приготовить вот это вот придумать посмотрела оленблог и решил что я буду готовить плов в общем да простят меня гурманы еды я знаю что плов он готовится обычно с баранины из говядины там я люблю именно люблю плов с курицей поэтому дома мы чаще да и на даче тоже единица прошу когда он делает это на печи короче казане в принципе честь что я требую чтобы он был с курицей но иногда он готовит там с бараньей с говядиной вот но простите меня у меня будет с курицы вы можете делать как угодно но я хочу вам рассказать маленький секрет моего вкуснейшего плова история такая что у меня был знакомый он из таджикистана и он готовил вкуснейший плов это я первый раз попробовал такой национальный именно как настоящий грубо говоря плов но готовил он его действительно тоже на курицы но там было это больше в целях наверное экономии но сами понимаете что ну ситуацию человек такая он готова на курсе но это было что-то невероятное для меня во первых для меня это первое тогда еще видел что вот он резал крупную морковку и там был смысл был в рисе то есть потом мы много раз пытались там зирвак и смотрели как он готовит еще что-то но не получалось он был какой-то с одной стороны рассыпчатый другой стороны каждый рисунка оболочена и вот он какой-то был невероятно вкусный и мы его спрашивали часто скажи свой секрет что ты делаешь с этим рисом и какой только рис не покупали чтобы повторить и у нас получился такой плов он смеялся и не говорил долго в общем но потом как бы он раскрыл свой секрет я сейчас с вами поделюсь им но во первых он готовит ну моей семье готовили обычный плов там по обычным рецептам ну то есть без зирвака без всего в принципе зирвак каждый наверное готовит под свой вкус под свой лад подбирает и специи в свое время я тоже подобрала именно под вкус нашей семьи для начала я вам сейчас покажу сейчас микро закипать зирак я не буду вам все показывать поэтапно просто мне уже вот он стоит зирвак я готовлю примерно ну минут 40 у меня кипятится то есть прям вот чтобы курица была вот вся разваленная вот прям что подходил от костей чтобы морковка была прям вот ну таял во рту и лук он уже растворяется в то время пока кипит этот зирак сейчас покажу как он выглядит расскажу что это кладу вот так сейчас выглядит мазер вак он уже ну минут 30-40 кипит курочка уже прям вся такая мягонькая вот такого цвета сейчас это все вот томится на небольшом огне и главное чтобы он был с открытой крышкой всегда с открытой крышкой готовлю сейчас расскажу что это кладу да конечно вот это вот ну вока но это не сковородку вот совсем ночью с тонкими конечно этими стенками желательно взять какой-то казанок но мы сейчас пока не можем найти где наш казанок ну ладно что я делаю я наливаю масло в казанок и кладу голень немножко обжарится время пока жарится я режу лук лук я режу кольцами я не люблю много лук вот в данном случае здесь порезала пол средней луковицы я режу полукольцами и закидываю соответственно лук с курицей и он начинает обжариваться лук с курицей за это время я беру большой но здесь большую морковину то есть морковки должно быть прилично и режу ее крупным брусочками для того чтобы она не успела перевариться сильно это же закидываю какое-то количество времени у меня просто это немножко обжаривается я это мешая мешая и потом я начинаю сыпать но это происходит быстро достаточно то есть я не пережариваю ничего то есть ну так немножко чтобы прихватилась потом я солю и добавляю специи насчет какие специи беру я есть специи примена для плова я к ним отношусь так особенно когда это прямо такие покупные все-таки привозные вот которые фасованные блин здорово вообще мы набираем сами набор специи я обязательно кладу барбарис я кладу обязательно зиру но и зира тоже должно быть свежей и прежде чем положить ее надо растереть ладошках я кладу много куркумы но это для цвета и еще я то есть если чего-то немножечко уже добавляю именно сбор специи для плова как правило в этом сборе специи как раз не хватает зиры и большого количества барбариса а он все-таки дает хороший вкус и не хватает куркумы то есть не дает такой желтизму поэтому остальное я уже добавляю но немного уже именно специи для плова все это заливаю кипятком и вот так вот у меня стоит кипит минут но 30-40 точно вот что за это время вот эти 30-40 минут в принципе я не стою на месте за это время я как раз использую секретный момент своего приятеля который знакомого которому поделился что нужно сделать в принципе тут уже неважно но сейчас я покупаю плово рис для плова есть прям такой тогда когда я узнал об этом такого и не было в общем то обычный рис ну причем можно брать длинный лучше пропаренный но секрет в том он сказал в том что хорошо промыть рис и он должен постоять в воде я промываю рис просто практически до чистой воды я постоянно практически 20 минут я стою значит наливая воду можно теплый в рис мой мой сливая потом то есть постоянно сливая мою сливая и вот просто минут ну 15-20 я стою пока уже вода не становится практически белый и дальше остальное время еще минут 20 нужно залить рис холодной водой и чтобы он у вас стоял в чашке с холодной водой во первых он еще относится он набухает немножко и только после этого когда вас готов зирвак вы его сливаете и кладете уже в свою посудину так скажем то есть смысл действительно именно риса я не говорю про наполнение кому что нравится какое мясо какие специи там кто любит с луком кто без лука ну по-разному но вот это вот просто для вас попробуйте я не знаю многие так делают обычно просто я знаю я видела как ну и готовят они даже если заливает рис на пять минут там промыли промыли на 5 минут поставили потом выливает нет 20-30 минут чем больше вас постоит риска залитый холодной водой тем лучше вот так вот делюсь с вами секретом сейчас у меня уже почти готов зирвак я сейчас сливаю рис буду закладывать потом когда я слышу заложу рис соответственно тогда я уже только накрываю крышкой и есть еще один секретик который он использовал я вам покажу сейчас когда уже все будет готово я вам тоже покажу так что мы еще увидимся ну вот сейчас мы плов выглядит вот так вот рис достаточно быстро за счет что он вымечен и быстро доходит не прошло может быть сколько здесь наверное вот так уже сейчас я буду перемешивать чтобы вся вода уже выкидывала еще один лайфхак показываю вам значит берете пищевую бумагу но можно взять даже просто обычную белую бумагу формата 4 и вот я сейчас выключила плов накрываете его вот так вот бумагой она сейчас впитает весь лишний жир вишнюю воду накрываете крышечкой пока вы накрываете на стол у вас как бы все немножко впитается и сейчас положим тарелочки покажу какая красота получилась ну вот так вот выглядит мой плов посмотрите он такой прям золотистый такой вкусненький и видны барбарис морковка не разварилась за что что он крупно порезан курочка прям желтенькая вообще еще вкусно знаете во первых плов можно есть руками но у меня так не получается уже до такой степени все таки это лучше на костре делать вот но еще вкусно едят в узбекистане они делают помидоры заливают кефиром и сверху эту поливают либо макают лепешку в этом в общем по всякому у меня сейчас нет кефир у меня нет хороших помидор тоже сладкий насыщенный но все равно вот такая вот у меня получилась вкусно то нам приятного аппетита ну и вы буду рады будут полезны мои небольшие лайфхаки по приготовлению плова